Здравствуйте! В студии Вера Ионхина в эфире выпуск и это итоги уходящей недели. Сегодня в программе Скандальные выборы президента США, поправки к российской конституции, протесты в Беларуси. Чем еще запомнился уходящий год? Чаще болели и меньше заседали. Госдума подвела итоги работы осенней сессии. Битва за законы. Какие инициативы ЛДПР намерена отстаивать в будущем году? Президентское слово «закон» 31 декабря объявлен в России выходным днем. Владимир Жириновский желанный гость за новогодним столом россиян. Политик ответил поздравлением. Последние дни декабря. Время подводить итоги этого непростого года. Одним из наиболее значимых событий уходящего года Владимир Жириновский назвал выборы президента Соединенных Штатов, которые дали пропуск в Белый дом представителю демократической партии Джо Байдену. Накануне будущий президент США заявил о намерении ответить на стратегические вызовы со стороны России и Китая. Байден отметил, что Вашингтону необходимо создать коалицию единомышленников для противостояния подобным угрозам. А для этих целей нужна серьезная модернизация армии. О наиболее значимых политических событиях уходящего года Владимир Жириновский. Поправки в конституцию, если для нашей страны брать. Мы конституцию нашу, так сказать, укрепили, дали больше полномочия всем ветвям власти. А в международном масштабе никакого такого большого события нет. Ну, выборы президента США, но здесь одна грязь. И до сих пор, значит, Трамп не признает итоги. Белоруссия большое значение имеет. До сих пор там протесты. Хабаровск. Такая солидарность граждан, связанная с бывшим губернатором Фургалом. Карабах, наконец, тоже столкновение уже с натовскими войсками. И, так сказать, борьба. Она классическая борьба уже несколько столетий. Новое правительство у нас более мощное, более динамичное. Прорыв года – это, конечно, вакцина против пандемии. Потому что она охватила весь мир впервые. Такого не было никогда. Даже испанка сто лет назад она охватила меньшее число стран и людей. И вот прорыв то, что мы сделали лекарство, наша вакцина наиболее эффективная. И мы уже защищаем и своих граждан, и граждан зарубежных стран. Я думаю, это самое главное. Другого я не вижу. Человек года. Наверное, наша страна. Наша страна, наш президент. Ибо мы остановили войну Карабах. Мы дали вакцину. Мы проводим все переговоры. Мы имеем нормальные отношения со всем миром. Значит, мы ведем такую миролюбивую политику. И охраняем демократию. Поэтому, если брать как руководителя страны, то у нашего президента больше положительного, чем у других, таких как Америка, Франция, Германия, Япония, Китай. Я имею в виду мощные, великие державы. Поэтому больше плюсов для нашей страны и для нашего руководителя. Сайт Госуслуг с января будущего года начнет предоставлять возможность получения паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава ведомства отметил, что в перспективе в данном электронном документе появится возможность добавления и других отметок. Владимир Жириновский заявил, что сделанная прививка не отменяет правил ношения средств индивидуальной защиты. Вот мне иногда говорят на передачах, мне видят, а вы в перчатках. Вы сделали уже прививку, а почему в перчатках, почему маска. Но надо тоже остерегаться. Ведь где-то может появиться какой-то совсем другой штамп какого-то вируса. Не обязательно коронавирус. Поэтому в условиях пандемии, в местах массового скопления, я все равно хожу в маске и в перчатках. Но при этом, конечно, у меня прививка, и я буду надеяться, что я не заболею. Но мы прогнозировали это 20 лет назад. Понимаете? Люди улыбались. Ирония. Почему нельзя обниматься, целоваться, здороваться. Но это контакт. Контакт для вирусов. У меня же жена работала в институте вирусологии. Всю свою жизнь посвятила. Галина Александровна Лебедева. У нас 6 января золотая свадьба. И депутат Власов с молодежью готовит подарок. Стол накроют. Так, если можно будет на коротке, там, человек 5-7 в красивом ресторане. Прессу сообщить, чтобы все видели. Вот золотая свадьба. То есть я всегда был противником. И все журналисты, кто приходил ко мне брать интервью, все 20 лет видели объявления на дверях моего кабинета. Никаких рукопожатий. Мне говорят, а вот как там молодые, как дети. Да ради бога, в семье. Если вы там все здоровы, обнимайтесь, целуйтесь. Речь идет о посторонних людях. В период осенней сессии депутатам Государственной Думы пришлось работать в условиях пандемии, которая сильно усложнила привычный ритм. Парламентарии провели 25 заседаний, на 11 меньше, чем годом ранее. Всего за 2020 год депутаты собирались в парламенте 67 раз. Это почти в полтора раза реже, чем в прошлом году. Зато продуктивность их работы, несмотря на пандемию, повысилась. Они успели рассмотреть более 550 инициатив и принять 241 закон. В осеннюю сессию прошлого года было внесено 412 проектов, а принято 206. Итоги минувшей сессии подвел депутат ЛДПР Виталий Пашин. Сессия закончена. Мы вносили много законопроектов и освободить пенсионеров от взносов за капремонт. Мы и так против капремонта. ЛДПР выступала сначала услуга, а потом капремонт. Законопроект был принят по материнству. Недавно наш фракционный законопроект поддержку военной ипотеки и организаций под контрольными Дома РФ, которые попали в марте 2019 года, принятые законопроекты, попали они под иные. И не могли выдавать людям, которые взяли у них ипотеку, материнский капитал. Средства материнского капитала на приобретение строительства дома или приобретение жилья. Много законопроектов мы вносили именно в социальной направленности. К сожалению, не все были поддержаны. Но сегодня опять законопроект был три недели назад внесен 31 декабря сделать выходным. Потом уже все переиначивает. Партия власти этот законопроект уже якобы они предлагают и внести его на следующий год. Почему не поддержать? Также в регион Челябинской области писалось, чтобы поддержали нас. Уже в том году мы писали, не поддержали в этом, чтобы сделали 31 декабря выходным днем. Мне сегодня приходит ответ от губернатора, что невозможно. Мы не считаем слесообразным. Он только сегодня пришел, а сегодня была пресс-конференция. Он говорит, да, мы делаем выходным 31 декабря. Понимаете, много очень обращений поступило в мой адрес. 1500 с лишним обращений приняли. 1400 с копейками запросов были отправлены. Но не все обращения нужно было отправить запросы. Также было 7 законопроектов внесено. Два принято. Прием граждан во всех практически побывал не по разу. И в Челябинской области, и в Курганской области. Местных отделениях, первичных отделениях партии. Ну и видим мы по заключении года, что люди идут к нам в приемный ЛДПР. Они видят, что мы помогаем. Они видят, что мы за народ. Мы отстаиваем их права. И будем продолжать это делать в 2021 году. Всех с наступающим Новым годом. Ежегодная чехарда со статусом последнего 31 дня декабря наконец-то решена. Последний день года во всех российских регионах объявлен выходным днем. Это случилось сразу после того, как президент Владимир Путин рекомендовал главам сделать этот день выходным. ЛДПР на протяжении 10 лет подряд настаивала на изменении статуса 31 декабря. Однако инициатива депутатов постоянно отклонялась. В этом году ее постигла такая же участь. Сессия была достаточно насыщенной. Если начало года у нас главная задача была остановить пандемию, дать возможность нашим предпринимателям в основном, ну и всем гражданам России как-то пережить. То есть были, так сказать, приложения и определенные решения по льготным кредитам, по определенным иным, так сказать, стимулирующим моментам для наших граждан и выплаты и так далее. Это, конечно, было хорошо. Но осень – это время работать активно. И здесь, конечно, мы поработали как следует. Мы рады, что вот буквально на днях президент России объявил, что 31 декабря – это будет все-таки выходной день. Мы напомним, что 10 лет каждый год мы об этом говорили. Мы вносили законопроекты. В самом начале декабря 2020 года Государственная Дума голосами правящей партии отклонила этот законопроект, который вводил на все территории Российской Федерации 31 декабря – выходным день. Днем – это законопроект ЛДПР, авторы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев и ряд других депутатов, в том числе и ваш покорный слуга. И, конечно, вот этот напор, который ЛДПР показало, 10 лет эту тему мы пробивали, пробивали и мы пробили. Хорошо, что это произошло именно сейчас, под Новый год. Это наш подарок, подарок от ЛДПР всем гражданам Российской Федерации. Ну, ничего страшного, что потребовалось, скажем так, такой пинок президента, чтобы правящая партия услышала интересы и, как говорится, нужды народа. Люди хотят 31 числа спокойно подготовиться к празднику, к Новому году. Почему? Потому что Новый год для всех. Я думаю, что для всех граждан всего мира это, наверное, самый добрый праздник. Пандемия коронавируса вскрыла слабые стороны. Соборная система здравоохранения России. Несвоевременно введенная маркировка лекарственных препаратов привела к настоящему коллапсу фармацевтической отрасли. С прилавков аптек пропали антибиотики и противовирусные препараты, так необходимые для лечения коронавируса. Стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающим в так называемых красных зонах, далеко не в каждом регионе достигли своих адресатов. Самый главный итог года – это, конечно, работа в регионах. У нас очень большие проблемы, связанные с распространением пандемии COVID-19. И очень много обращений поступало и поступает от граждан, которые недовольны качеством медицинского обслуживания, в частности в Тверской области. Там мы обнаружили, что целые больницы не были выплачены необходимые деньги для врачей, которые работали в красной зоне. Я обратился в Генеральную прокуратуру, правительство Российской Федерации с депутатским запросом. Мы добились, чтобы всем врачам были выплачены обещанные президентом надбавки. И также продолжали работу по укреплению материально-технической базы, учреждения здравоохранения, лекарственному обеспечению. И нам удается решить многие проблемы, с которыми обращаются граждане. Новый год – один из наиболее любимых россиянами праздник. Испортить настроение от предвкушения встречи с будущим вряд ли способна даже пандемия. Ведь люди всегда ждут, что следующий год будет лучше своего предшественника. А все невзгоды и боль останутся далеко позади. Давайте верить, что 2021 год станет для многих из нас счастливым и плодотворным, а главное – здоровым. Губернаторы трех российских регионов – Владимирской, Смоленской и Хабаровского края – поздравили всех с праздником. Уважаемые жители Владимирской области, дорогие земляки, вот и заканчивается особенный 2020 год. Он испытал нас на прочность, заставил задуматься о своем здоровье и здоровье близких, напомнил о ценности привычных вещей – живого общения, дружеских объятий, культурных выходов, совместных занятий спортом. Без взаимной поддержки, взаимопомощи, приспособиться к изменениям было бы непросто. И мы с вами убедились, как много вокруг добрых и душевно щедрых людей. За считанные месяцы в нашей области мобилизовались более двух тысяч волонтеров. Они доставляли продукты и лекарства одиноким пожилым людям, людям со слабым здоровьем, бескорыстно помогали многодетным и неполным семьям. От всех жителей хочу сказать вам добрые помощники. Огромное спасибо. Настоящими героями этого года, конечно, стали медики. Они с первых дней находились на передовой борьбе с пандемией. Без сна и отдыха, в отрыве от собственных семей, мужественные профессионалы спасали жизни, возвращали людям здоровье. Уважаемые врачи, медицинские сестры, ваш подвиг бесценен. Низкий вам поклон. Молодцы работники культуры, творческие люди. Вы поддержали позитивный настрой земляков. Благодаря вам, даже в условиях ограничений, мы смогли достойно отметить святой для всех нас праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отдать дань уважения нашим дорогим ветеранам. Но не только о великом прошлом, но и о будущем подстегнул задуматься этот год. Даже самые консервативные из нас освоили современные технологии. Удаленная работа и дистанционные уроки вошли в норму. Мы восхищаемся педагогами и родителями. Вы быстро сориентировались в новой обстановке, выстроили взаимодействие, помогли детям. Спасибо вам. Хочу отметить руководителей предприятий и организаций нашей области, которые приложили все силы, чтобы сохранить трудовые коллективы, позаботились о своих работниках. Люди это видят и ценят. Добро всегда возвращается. Благодаря ответственным профессионалам и труженикам Владимирская область продолжила развиваться. Дорогие друзья, мы с вами хорошо потрудились в уходящем году. И сейчас пора подумать о встрече самых добрых и любимых праздников. Дорогие земляки, я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть семейные торжества наполнят ваш дом теплом, общением и уютом в кругу любимых людей. Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, мира, достатка, новых открытий и новых свершений. Исполнение самых заветных желаний, радостных событий и встреч. Пусть для каждого из вас 2021 год станет годом большой удачи и счастья. Будем вместе. Будем поддерживать друг друга. Дорогие смоляне, примите самые искренние, самые сердечные поздравления с наступающими праздниками. С Новым годом и Рождеством Христовым. С детства Новый год – это, пожалуй, самый любимый праздник. Ассоциируется у каждого из нас запахом хвои и мандаринов, блеском бенгальских огней и мерцанием гирлянд, перезвоном курантов на Спасской башне и, конечно же, надеждами на лучшее. В эти дни мы не только подводим итоги уходящего года, но и строим планы на будущее. Верим, что все задуманное обязательно исполнится. Ведь это во многом зависит от нас с вами. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех смолян за труд, терпение и поддержку, за все, чего мы добились вместе. Дорогие друзья, Новый 2021 год будет таким, каким его сделаем мы сами. Пусть он принесет удачу, радость, новые победы и успехи. Пусть все плохое уйдет в прошлое вместе с боем курантов. А наступающий год радует исключительно хорошими новостями. Крепкого здоровья, счастья, мира и согласия вам и всем тем, кто вам дорог и близок. С Новым годом! Исполнение всех желаний! Дорогие друзья, заканчивается 2020 год, который вошел в историю человечества как год борьбы с пандемией коронавируса. Я благодарен всем врачам, всем медсестрам, всему младшему персоналу за то, что выстояли, за то, что спасли тысячи людей у нас в Хабаровском крае. Да, были проблемы, но система здравоохранения справилась. А как здорово отработали волонтеры, которые помогали людям, не знакомым, но не чужим. За это огромное спасибо. Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет. В этом году серьезно пострадала экономика Хабаровского края. Но мы выстрели, потому что каждый работал добросовестно на своем рабочем месте. Спасибо вам за это. В будущем году мы вместе будем приводить в порядок дороги, улучшать экологию, строить новые дома, школы и больницы, создавать новые рабочие места и помогать нашим предпринимателям. У людей, которые живут в Хабаровском крае, поступок в крови, неравнодушие к чужим проблемам. Желание изменить жизнь к лучшему – это то, что отличает жителей Хабаровского края. И именно на это мы будем опираться в работе нашей команды. Именно вы решаете то, каким будет Хабаровский край в будущем. Канун Нового года – это время чудес, когда сбываются самые смелые мечты. Мечта у меня одна – чтобы нас в Хабаровском крае стало больше, чтобы рождалось больше детей, чтобы весь край был наполнен звонким детским смехом, а все родители были окружены любовью и заботой. К Хабаровскому краю я прикипел всей душой. Он стал мне очень дорог. Я желаю каждому жителю Хабаровского края здоровья в Новом году. Будьте счастливы. Веры, надежды и любви. С Новым годом! Встреча наступающего года на этот раз будет по-особенному семейной. Рестораны и клубы в новогоднюю ночь будут закрыты. Россиянам рекомендовали не собираться большими компаниями. Накануне праздника Всероссийский центр изучения общественного мнения провел любопытный опрос, согласно которому треть жителей России хотели бы пригласить за свой новогодний стол Владимира Жириновского. Председатель ЛДПР ответил, что если его и пригласят, он обязательно найдет возможность заехать в гости. А кому не успеет, то поздравят через интернет или телевидение. Наступает Новый год. У всех такое хорошее настроение, потому что он всех обедняет. И, конечно, кто-то скажет, ну вот тяжелый был год. Но все годы тяжелые. У каждого по-разному. У кого-то родственники погибли, ну я имею в виду от болезни умерли. Кто-то, может быть, работу потерял. А ведь кто-то наоборот. Квартира новая, может быть, там в семье какие-то улучшения, дети рождаются. Поэтому нельзя оценить в килограммах или в метрах прожитый год. Он все равно год нашей жизни. Мы все равно должны смотреть с оптимизмом. Оглядываться назад. Давайте все считать, что год был хороший, приятный. Начался в январе. Еще не было никаких болезней. И сейчас, конец декабря, уже часы какие-то остаются. Наступит другой год. Вы уже 1 января будете писать, хотя не все будут писать, 2021 год. 01-01-21. 1 января 2021 года. Мы должны по-доброму относиться друг к другу. Но у нас свой философ Лев Николаевич Толстой. Не все правильно его оценивают. Вот там ударили по левой, подставь правую. Мол, проявление трусости, слабости. А ведь он прав. Он это говорил умудренность жизни. Потому что когда человек много живет, долго, 80-90 лет, он чувствует, что много сил было потрачено впустую. Понимает, какие тяжелые и радости, не дающие чувства мщения, зависти, ревности. Давайте от них отказываться, избегать. Вам же легче будет. Ну, думайте хорошо о своих детях, о детях, о родителях, соседях. На работе. Я вас всех призываю стать милосердными. Это вот значение этого русского прекрасного слова. Милосердие. То есть доброта. И что-то отдать кому-то. Не вбивать все в себя. И потом болеть. А видеть радостное лицо. Помочь любому человеку. У нас у каждого должно быть чувство благородства. Благородство. Благое что-то. Милосердие. Милое, доброе, сердечное. Поэтому этот Новый год можно подумать. Есть время. Впереди каникулы. Впереди отпуск. Может быть, не всем оно нравится. Знаю, устали от одиночества. Надоело сидеть дома. Надоело в маске. Дышать тяжело. Перчатки. Жарко. Но это весь мир. Вся планета сегодня. На то же время русский лес. Где такая прелесть? Все в снегу. Тройка мчится. Удалая. Праздничное настроение. Хочу, чтобы у вас было. Если вы один дома или одна. Не переживайте. Сегодня это самое лучшее. Все, кто в компании. Там один окажется без прививки. И еще не переболевший. И может быть неприятные последствия через два-три дня. А даже переболевший, он еще может снова заболеть. Мы не знаем, сколько у него этих антител появилось. Или еще не появилось. А он уже считает, что он переболел. Ничего не будет. Но не буду утомлять вас, что вы это понимаете. Болезни, болезни, антитела. Немножко отдохните. Расслабьтесь. Подумайте, что мы все вместе. Огромное количество людей. Семь миллиардов. Хорошо не будем думать о них. Нас сто пятьдесят миллионов. Не будем обо всех думать. В вашем городе. Вот вас сто тысяч. Или десять тысяч. Или триста человек. Вы все хорошие люди. Вы замечательные. И мы не будем спрашивать, какая у вас семья. Какой доход. Вам эти вопросы надоели. Хочется просто жить. И давайте думать о хорошем. Давайте радоваться. Давайте по телефону разговаривать. Встречаться нежелательно. Давайте прогуливаться в эти зимние, новогодние каникулы. Поэтому всем вам желаю бодрости, оптимизма. Подарки дочерственные. Все получите подарки. Если кто-то чувствует себя обиженным, но нет подарка у вас, напишите мне. Я вышлю вам подарок. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова. Москва, Госдума, ЛДПР. Я вышлю вам подарок. Или деньги на подарок. Несколько часов. И прогремят куранты на всю планету. А русские живут во всех странах мира сегодня. И мы с вами счастливые. Поздравим друг друга. Заранее можем поздравить. Он пришел. Этот радостный 2021 год. Я всем вам говорю. С Новым Годом. Чтобы было хорошее настроение. Бодрое. Улыбайтесь. И дружите. И любите. И будьте милосерднее. Это были основные события уходящей недели и уходящего года. С наступающим вас Новым Годом. Берегите себя. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok